Во дворце спорта юбилейный состоялся турнир по мини-футболу. Организован он был управлением службы судебных приставов России по Крачево-Черкесии в рамках общероссийской памятной акции, посвященной 80-летию матча в блокадном Ленинграде. Восемь десятков лет назад в блокадном городе между командами «Динамо» и «Ленинградского металлического завода» состоялся легендарный футбольный матч жизни в честь героев Ленинграда. За игрой следила Мадина Каракетова. В 14 ровно прозвучал свисток судьи, который ознаменовал начало футбольного матча. Именно в 14 ровно в 1942 году точно такой же свисток судьи на изрытом взрывом из стадионе «Динамо» дал старт знаменитому турниру жизни в блокадном Ленинграде. На турнир по мини-футболу в честь героев блокадного Ленинграда своей командой выставили служба судебных приставов, Министерство внутренних дел, МЧС, отдел Федеральной службы исполнения наказания и ветераны органов внутренних дел. Поддержал соревнования региональный совет Всероссийского спортивного общества «Динамо». Специальным гостем турнира стала жительница Черкесска Инесса Найманова, которая родилась и выросла в блокадном Ленинграде. С приветственным словом к участникам соревнований обратился заместитель главного судебного пристава Карачаева-Черкесии Азамат Кишмахов. Матч, который проходил в блокадном Ленинграде, был нацелен на то, чтобы показать врагу стойкость советского народа, его несломенность, силу духа. Обратилась к участникам турнира Инесса Найманова в блокаду Ленинграда. Она была совсем еще ребенком и знает о трагедии города из рассказов своих старших родственников. Выступая перед футбольными командами, она немного поделилась воспоминаниями. Еще запомнилось на всю жизнь. Очень помогали люди друг другу. Поэтому и большинство, многие выжили, в том числе и я. За время блокады в Ленинграде только от голода умерло свыше 640 тысяч человек. Более 17 тысяч погибли от бомб и снарядов. Фашисты разбрасывали листовки, текст которых гласил, что Ленинград – город мертвых. Он стер с лица земли, и они не берут его только потому, что боятся трупной эпидемии. Решение о проведении в блокадном городе футбольного матча было принято военным советом Ленинградского фронта. Пусть враг видит, что мертвые играют в футбол. Состязались две команды – «Динамо» и сборная «Эннского завода», в которые вошли игроки «Спартака», «Зенита» и других команд. Некоторые игроки просто не вышли на поле, обессилили от голода. Команду уступали друг другу недостающих. Играли два тайма по 30 минут. Встреча закончилась со счетом 6-0 в пользу «Динамо». После игры футболисты уходили с поля в обнимку. Так легче было идти. Организаторы и участники памятного турнира со всей ответственностью отнеслись к идее проведения соревнований по мини-футболу. Встречи, как и в тот памятный матч в 80-летней давности, длились по 30 минут. Играли в два этапа. На групповом этапе игры провели по круговой системе в один круг. Места определяли по наибольшему количеству набранных очков. После игр группового этапа команды встретились в стыковых играх за последующие места, полуфинал, финал и за третье место. После серии проведенных игр победителем турнира была признана команда управления Федеральной службы судебных приставов. Второе место у Федеральной службы исполнения наказания. Третьей стала команда МЧС Карачаева-Черкесии. Также свои награды получили лучший защитник, лучший нападающий и лучший вратарь турнира. Я горжусь своей малой родиной, городом Ленинградом, выстоявшим блокаду в Великой Отечественной войне. Я горжусь вами, земляки, за память, за добро ваше, за внимание. Инесса Найманова, обращаясь к футболистам, сказала, что матч жизни, проведенный 80 лет назад в блокадном Ленинграде, стал символом несломленного духа. А матч памяти, проведенный сегодня, символ патриотизма и верности памяти. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.